Я не понял, что произошло. Я был сосредоточен на игре, поднял голову и увидел летающие факелы и кресла, падающих с трибун людей. И мне показалось, что я на футболе в Англии. Танцовщицы группы поддержки, которым не удалось сразу убежать, прекрасно понимали, где они находятся и кто рядом с ними. Там москвичи вообще не сумасшедшие. Да, очень страшно было. При мне, вот около меня я стояла, выбежало два парня, что-то помахало руками и вся толпа ломанулась, и началась драка, вообще петарды кидать, вообще безумно. Там девочка стояла, ну вот посерединке как раз между нами, там голову у меня стул пролетел, вообще жесть. Милиция и служба безопасности не смогли не только предотвратить начало драки, но даже позволили ей возобновиться. Прекратилось все только после того, как микрофон в свои руки взяли капитанска Максим Сушинский и бывший армеец Алексей Акифьев. С хоккейной точки зрения значение в матче имел лишь один эпизод. Армейцы вели игру в течение всего матча. Много бросали, часто и довольно умело разыгрывали большинство. Но спартаковцев спасали. То самоотверженность защитников, то вратарь Евгений Лобанов, то просто чудо. А Дмитрий Ячанов не смог выручить команду всего в одном эпизоде. Но этого было достаточно, чтобы проиграть матч, в котором СКА имел подавляющее преимущество. Илья Десятерик, Михаил Тсенофонтов, Елена Баранова. Последнее известие. Петербург.